Приняли участие в конкурсе 10 почетных караулов из образовательных учреждений района. Организаторы Управления по делам молодежи проводят такой смотр-конкурс впервые. Вы уже прошли определенную подготовку. Было предостаточно времени для того, чтобы сегодня представить свои общеобразовательные учебные заведения. Мы всегда гордимся своей молодежью. Мы всегда смотрим и любуемся, как гордо вы несете вахту памяти на посту номер один. Также участников смотра конкурса пост номер один приветствовал атаман городского казачьего общества. Василий Козлов поздравил всех с праздником Победы и с принятием присяги, которую юноши и девушки произнесли в самом начале. Сегодня вот вы на этом святом для любого лабинчанина месте дали клятву свято хранить память о тех, кто погиб, защищая наше Отечество. Чтобы вы с честью пронесли вот эту клятву по жизни. Военный комиссар, который оценивал участников смотра конкурса, отметил, что почетные караулы, заступающие на пост номер один, имеют разную подготовку. И как военный человек, в первую очередь он обратил внимание на то, как шагают участники. Я считаю, что такие мероприятия, смотры конкурса, которые мы сегодня провели, окажутся впервые, нужно проводить каждый год. И желательно преподавателям ОБЖ провести дополнительно строевые подготовки, уделять этому больше внимания. В итоге победителями смотра конкурса стал почетный караул пятой школы. Военком вручил победителям медали и кубок. На втором месте школа номер девять, а третье место разделили почетный караулы седьмой и двадцать восьмой школы.